Семье погибшего в горах пожарного могут выдать квартиру в Алматы. Ранее сообщалось, что родным Арслана Курмамбаева выплатят 13 миллионов тенге в качестве компенсации. И наградят посмертно. Сейчас эти вопросы обсуждают ДЧС и Акимате города. Между тем, в распоряжении нашей редакции оказалось видео с последними минутами жизни Арслана Курмамбаева перед выездом в зону ЧП. Репортаж Дамира Анитова. Это последние кадры еще живого Арслана Курмамбаева. После сигнала тревоги он и его коллеги экстренно надели униформу и выехали на место возгорания. Тогда пожарный и не предполагал, что это его последняя служебная миссия. Жизнь бесстрашного Арслана Курмамбаева оборвалась на этом склоне. Спасатель с ранцем на спине тушил пожар. Он не заметил, как в это время сверху на него покатилось горящее дерево. Коллеги успели отбежать, а вот самого Арслана придавило на смерть. Он погиб, не приходя в сознание, говорят очевидцы. В то, что отважного коллеги и преданного друга больше нет, никто до сих пор не может поверить. Те, кто работал с ним, запомнили Арслана как человека ответственного и самоотверженного. Он был примером мужества и храбрости. Как старший спасатель он всегда обучал новобранцев. А за несколько дней до трагедии Арслан Курмамбаев сообщил о скорой женитьбе. Но вместо пышной свадьбы возлюбленная и родственники проводили его в последний путь. Те расходы по организации похорон взял на себя департамент по ЧС и Акимат. В ближайшее время семье погибшего выплатят положенную компенсацию. Наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере 60-месячного денежного содержания по последней занимаемой должности сотрудника, а именно Курманбекова Арслана. Если учитывать то, что он работал в должности старшего пожарного спасателя пожарной части номер 7, единовременное денежное довольствие в виде 60-месячного денежного содержания будет составлять более 13 миллионов тенге. Матери Арслана Курманбекова могут вручить ключи от квартиры. Соответствующий запрос направили в Акимат. Погибшего сотрудника также наградят посмертно. Дамир Анитов, Саңғалим Муңайтпасов, телеканал Алматы.